Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Состоялся ученый совет Казанского федерального университета. Как развивается образование в России. Студенты КФУ знакомятся с работой компании Microsoft. На площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» прошло открытие и пленарное заседание форума «Образование России». В столь масштабном мероприятии участие приняли важные гости, в их числе и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Анна Глазунова расскажет подробности в сюжете. С 28 февраля в Казани стартовал Второй международный форум образования России. А 1 марта на площадке «Казань-Экспо» состоялось открытие и пленарное заседание. В работе которого приняли участие заместитель министра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина, президент Российской Академии образования Юрий Зинченко, председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин, министр образования и науки Татарстана Рафиз Бурганов, и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и многие другие. Вопрос в том, чтобы донести качественные новые компетенции до каждого. Очень легко обучить 100 человек. А вот как обучить 2 миллиона, как помочь современному педагогу уверенно себя чувствовать? С цифровыми детьми, с меняющимися требованиями к качеству. Вот это самый трудный, но самый главный вопрос. Это единый конвейер, начиная с яслей, заканчивая рабочим местом нашего выпускника. И мы должны на конце этого конвейера поставить тот качественный продукт, который помог бы нашей стране опять быть впереди планеты всей. Особое внимание на форуме было уделено начальному и среднеспециальному уровням образования. А ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров отметил, что именно высшее образование формирует сегодня деловую активность. Говорил он и о роли университетов. Мы становимся большими холдингами, поскольку у нас появляется собственное опытное производство, появляются площадки для трансляции технологий. То есть мы сами начинаем монетизировать результаты собственных же научных разработок и образовательных программ. Мы не только должны готовить специалистов для быстро изменяющегося рынка труда, но и сами наши выпускники должны формировать этот рынок труда. Участие в форуме приняли педагоги, директора школ, руководители профильных ведомств, представители малого и среднего бизнеса, архитекторы, разработчики учебно-методических комплексов и другие. Также приехала и делегация из Елабужского института Казанского федерального университета. Наш Казанский федеральный университет сегодня занимает ведущие позиции в области эдюкейшн. И действительно достаточно много методических новинок представляет и предлагает педагогическому сообществу. В рамках форума прошла работа по секциям, где были задействованы представители Казанского федерального университета. Главная цель форума – это поиск решений по актуальным вопросам современного отечественного образования, обмен опытом российских специалистов. На форуме говорили обо всех ступенях образования – от дошкольного до университетского. Эксперты рассказали об инновациях в образовательной системе. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. 28 февраля в зале Попечительского совета прошло заседание Ученого совета Казанского федерального университета. В ходе заседания были одобрены вопросы повышения заработной платы преподавателям и реорганизации в институтах КФУ. Об этих и других вопросах, поднимавшихся на заседании, наш следующий сюжет. В ходе заседания Ученого совета Казанского федерального университета проректор по научной деятельности Данис Нургалиев представил к присвоению научных званий отличившихся сотрудников КФУ. В повестку дня заседания также вошел конкурсный отбор на должности и на включение в состав авторских коллективов на соискание государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники 2019 года. Не забыли напомнить и о повышении заработных плат преподавателей и доцентов вуза. С 1 марта текущего года их оклад повышается на 4%. Преподаватели и доценты у нас составляют около 60% нашего контингента ППС. И предлагается с 1 марта поднять на 4% именно по этим категориям должностей старший преподаватель и доцент. Кроме того, всех работников Казанского университета в этом месяце ждет еще одно материальное поощрение. 5 марта каждый сотрудник получит премию в составе окладной части оплаты труда, за исключением ставок совместителей. Активному обсуждению подвергся вопрос, касающийся баз практики сразу нескольких институтов. Связано это с процессом выведения межфакультетской учебной базы займища из организационной структуры Института геологии и нефтегазовых технологий и введения ее в организационную структуру Института экологии и природопользования. Однако решение передачи структуры Института ученый совет перенес до следующего заседания в связи с неопределенной стоимостью содержания базы. Если нужно, тогда мы разделим пропорционально по количеству студентов, которые там базу практики проходят. Может быть какие-то еще плюсом спортивные мероприятия. Разместим там спортивную площадку. Также на заседании обсудили необходимость установки сразу двух мемориальных объектов на территории вуза. Поступило предложение об увековечивании памяти Гурова Бориса Владимировича, это доктор геолога метеорологических наук, профессор, заведующий кафедрой геологии СССР Кадамского университета с 1987 по 1991 год, а также заведующего кафедрой региональной геологии Кадамского университета с 1991 по 2002 год, а также по увековечиванию ЕСАУ и Натальи Константиновны, доктор геолога метеорологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей геологии и геологии Кадамского университета в 1998-2003 годах. Далее на ученом совете коснулись темы структурных изменений в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. Здесь начнут работу сразу две высшие школы по медицине и биологии, а также будет переименована кафедра хирургии. Ее новое название – кафедра хирургии, акушерства и гинекологии. Интересные мероприятия будут проходить в стенах вуза и за его пределами в течение всего 2019 года, объявленного в КФУ годом Ивана Михайловича Симонова. Ученым советом был утвержден план проведения юбилейного года в стенах вуза. 2019 год мы называем годом Симонова в Казанском университете, работаем по этому направлению. Мы уже начали эту работу. И, в общем-то, вот действительно этот год такой, ему, во-первых, вспоминается 225 лет, и, во-вторых, вот очень важный год, что он в этом, значит, вот 200 лет тому назад в Питере он сел на корабль, который отплывал в кругосветные путешествия. И во время этого путешествия, буквально вот в январе, значит, 20-го года, был открыт новый материк Антарктида. По традиции каждого заседания ученым советом были присвоены почетные ученые звания. В этом году в ряды почетных докторов Казанского университета вошел президент Ближневосточного технического университета Кок Мустафа Версан. Из рук ректора почетные грамоты получили заслуженные сотрудники науки и высшего образования. За представленные кандидатуры ученый совет проголосовал единогласно. Завершая мероприятие, ректор в связи с трагедией, произошедшей на территории деревни Университета 28 февраля, студентка первого курса Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ погибла в ВПФ из окна, напомнил присутствующим о необходимости уделять внимание психологическому состоянию студентов. С иностранными студентами, не с иностранными, с нашими, какие-то семейные проблемы у детей могут возникнуть. Вон самый переходный период, влюбляются, еще какие-то моменты. Поэтому нам нужно не просто на учебу обращать внимание, но и в целом. Камиль Гемазденов, Александр Юдин, Универт Ньюс. В КФУ организована конференция компании «Майкрософт Россия». Что ожидало студентов университета на мероприятии, расскажем в нашем следующем сюжете. В Казанском Федеральном Университете при поддержке компании «Майкрософт Россия» впервые прошла конференция «Нетдэй-2019», посвященная разработке на основе технологии «Дотнет». На платформе разрабатываются корпоративные приложения. Помимо специалистов «Майкрософт Россия» с мастер-классами выступили представители компании «Акбарс Цифровые Технологии», «Симберсофт», «Мера» и многих других. Спикеры выступили перед студентами и специалистами с лекциями про искусственный интеллект, распределенную систему аутентификации и другие направления сферы технологий. Артем Тпичкин, Виолетта Басова, Универньюз. А сейчас мы расскажем вам об остальных новостях Казанского Федерального Университета. В Казанском Федеральном Университете состоялась встреча студентов с представителями компании «АСА». «АСА» или Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров, Международная профессиональная ассоциация, объединяющая специалистов в области финансов, учета и аудита. Студентам рассказали об изменениях программы подготовки для получения квалификации ассоциаций. В Униксе прошел концерт студенческих трудовых отрядов КФУ. Члены трудовых отрядов задействованы в нескольких направлениях работы, такие как, например, уборка урожая и строительство. Но неотъемлемой частью культуры трудовых отрядов является и творческая самодеятельность. Участники концерта подготовили номера с песнями, танцами и стихами. В Елабужском институте КФУ прошла республиканская научно-практическая конференция, их имена составили славу России. Участниками стали 140 учеников школ из 30 населенных пунктов. Ребята рассказывали интересные факты жизни людей и городов нашей республики, о своих предках, ставших участниками войн, и делились первоисточниками открытий. Артем Топичкин, Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok